Пятого декабря Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета имени Лобачевского посетили ректор университета Евгений Чупрунов и член Совета Федерации Любовь Глебова. Я чувствую себя опять, ну почти студенткой Арзамасского пединститута. Любовь Николаевна Глебова, одна из самых известных женщин-политиков современной России, выпускница Арзамасского педагогического института имени Гайдара, ныне Арзамасского филиала ННГУ имени Лобачевского, ответила на вопросы преподавателей и студентов. Любовь Николаевна, что вы могли пожелать нашим студентам и преподавателям? Вот сейчас бы я студентам сказала бы, что экзаменов в нашей жизни будет еще очень и очень много. Нужно бы, чтобы у каждого человека была готовность и желание сдавать экзамен, а не боязнь за то, что ты его не сдашь. Каким, на ваш взгляд, вы видите дальнейшее развитие ситуации на Украине? Говорят, что внутри видовая борьба, здесь биологи наверняка меня поддерживают, она сильнее, чем межвидовая. Вот здесь будет внутри видовая борьба, которая будет определять вектор развития Украины. Стоит отметить, что атмосфера в зале во время встречи была теплой и дружеской, в первую очередь благодаря гостям, которые искренне и с юмором отвечали на вопросы и делились воспоминаниями. Также в рамках визита был подписан договор о включении школ города Арзамас в университетский кластер образования. Лучшие школы Арзамаса войдут в наш образовательный кластер. Более того, у нас теперь есть своя университетская школа, которая совсем интегрирована структурой университета. Вот с Михаилом Михайловичем мы и подписали некое соглашение, меморандум о том, что это хорошо, это правильно. Мы сейчас проложили большую дорогу с двухсторонним движением, чтобы обозначать то, что и для университета это очень интересно, и для школ это также взаимоинтересно. И в результате вот этих интересов возникает продукт. Продукт это наши дети, это воспитание наших детей, студентов, наших граждан. Стратегии, которые выбраны Нижегородским университетом, это реальные стратегии на повышение качества образования. Не самая типовая по стране схема, и в этом смысле Арзамасскому филиалу повезло.